Не успели жениться, а на небе живы не найдём. Потому, потому что мы пилоты, Небо наш, небо наш, родимый дом. Первым делом, первым делом самолёты, Ну, а девушки, а девушки потом. Первым делом, первым делом самолёты, Ну, а девушки, а девушки потом. Нежный образ в душе ты, голубный, Хочешь сердцем овеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, А на завтра приказ улетать. Потому, потому что мы пилоты, Небо наш, небо наш, родимый дом. Первым делом, первым делом самолёты, Ну, а девушки, а девушки потом. Первым делом, первым делом самолёты, Ну, а девушки, а девушки потом. Чтоб с тоскою в пути не встречаться Вспоминая про ласковый взгляд Мы решили, друзья, не влюблять Даже самых красивых девчат Потому, потому что мы пилоты Небо наш, небо наш, родимый дом Первым делом, первым делом самолеты Ну, а девушки? А девушки потом Первым делом, первым делом самолеты Ну, а девушки? А девушки потом Потому, потому, что мы пилоты Небо наш, небо наш родимый тот Первым девам, первым девушам олены Ну, а девушки? А девушки потом Добрый вечер, друзья С вами авиагруппа Royal Air Force Сегодня мы будем транслировать матч нашей команды против команды Lex В симуляторных боях В новеньких осенних гладиаторах, дуэльных гладиаторах 4 на 4 Воздушные бои Новый сезон открыт Сегодня это первый бой нашей команды И вот сейчас как раз проходит Проходит жеребьевка Мы сидим в полигоне, ждем Моего постоянного соведущего Аландера сегодня, к сожалению, нету Поэтому я пытаюсь найти кого-нибудь из Наших симуляторщиков, наших люстроводов Чтобы все-таки экспертным мнением Немножко пролил свет на беспросветную Беспросветную Технические какие-то неполадки Пытаюсь затащить к себе человека Чтобы помог мне Немножко со стримом Объяснил, что и как делают пилоты Поэтому сейчас ждем Продолжение следует... Так, ну да, я вижу, что капитанов команды Арбитры сегодняшней встречи Пригласили в отдельную комнату Сейчас там будет проводиться жеребьевка А я напомню, как вкратце, о регламенте В принципе, те, кто знакомы с дуэльными Гладиаторами в воздушных боях В принципе, никаких особых нововведений В правилах мы не заметили Единственное, наверное, отличие Это то, что несколько иной набор самолетов В данной осенней итерации этого турнира Как обычно, у нас три группы В каждой из групп по три самолета Методом исключения сначала выбрасываются группы Потом выбрасываются, соответственно, самолеты И сейчас я присоединю с его товарищем Вот, и к нам присоединяется Дмитрий Шлепок И приветствуем Привет, привет Вот, я как раз говорю о том, что сейчас проходит жеребьевка Хотел вот рассказать, какие самолеты будут на турнире Вот сейчас просто их перечислю В группе А это у нас ЛАК-3 35-й серии МЦ-200 3-й серии Итальянец П-40 Китти Хоук Потом группа Б это Ки-61 Нотсу С четырьмя крупнокалиберными пулеметами БФ-109 Ф-2 Як-1 Б И в третьей группе у нас Нет, не Кинг Кобра Аэро Кобра Н-0 Спитфайр Марк-9 Ф И ЛА-5 тоже Ф Вот я вижу, что капитаны Возвратились в команду Дим, ты зашел в полигон, да? Нет, пароля не знаю Пароль не знаешь Сейчас я тебе кину Вот я там же в нашей чатике В игре откину Так, ну вот я смотрю, что у многих, да, выбраны немецкие флаги Это означает, что летать будут команды на Мессершмиттах F-2 Как общий самолет В СБ Довольно неплох Если ручку не перетягивать То все прекрасно У него по сравнению, допустим, с той же ЛА-5Ф Довольно вялый ролл Но при этом ручку на себя тянуть нельзя сильно очень Поэтому Рвучий такой По сравнению с многими другими Но довольно уверенно держится все равно Ну, безусловно, это относится к любым боям Но как вот он именно в дуэльной категории Не против самолетов других наций А вот именно в дуэльной категории Вот, не знаю На последних тренировках лично я чувствовал себя довольно-таки уверенно на нем И в принципе большинство из наших участвующих сейчас игроков тоже Так что, как бы, сюрпризов для них не будет Его поведение, это точно Ну, насколько я помню На предыдущих гладиаторах выступали на Фридрихах четвертых Сейчас Фридрихи вторые И какие-то вот именно аэродинамические Есть разница в этих самолетах или только вооружение? Трудно сказать У меня был большой перерыв вообще в игре В течение всего лет И после лет я фактически на четвертых не летал А на вторых, наоборот, только начал летать Поэтому могу ничего конкретно сказать по этому поводу Но, вот, насколько мне помнится, да Ощущение от четвертого, второй все-таки получше В вираже стоит и крутится Так мне, по крайней мере, сейчас кажется Ну что ж, любопытно будет посмотреть Как обе команды сумеют воспользоваться лучшими сторонами этого самолета Я так посмотрел статистику пилотов команды Lex В принципе, будет здоров такая статистика Я думаю, матч будет как минимум нелегкий Ну что ж, тем увлекательнее будет смотреться дуэлями Мы будем стримить за команду RAV Соответственно, мы должны поставить звезды Что я сейчас и сделаю Ну и как только начнется бой Я переключусь на картинку из игры уже Напомню, что первый тайм у нас летают 4 боя 1 на 1 Второй тайм это 2 боя 2 на 2 И уже последний, третий тайм это замес 4 на 4 Ну и как показывает практика предыдущих гладиаторов Разные команды делают ставку на разные типы таймов На разные типы противостояний И очень многие команды, например, делали ставку именно на третий тайм Битва за 4 очка Нет, не за 4, а за 3 очка Вру И, ну, это, конечно же, касается тех команд Которые, наверное, именно пытаются взять Какой-то или командной выучкой Или наоборот индивидуальной В таком случае, если в индивидуальном мастерстве своем не уверены Они, наверное, будут стараться выиграть все свои Все таймы Ну, я думаю, обе команды довольно опытные И вполне могут рассчитывать на победу в каждом из таймов Ждем-ждем уже начало боя В чате команды обменялись приветствиями, пожеланиями удачи Насколько я помню, у нас сейчас в группе 5 или 6 команд 5 или 6? 5 уроков было 5, да, ну и, в общем-то Всего, насколько я помню Зарегистрировалось 22 команды В турнире Так что без каких-либо квалификационных раундов Сразу начали групповой этап А потом уже будет Будут игр на вылет в плей-офф Ну и вот такая забавная особенность В финалы будут проходить в Москве И, насколько я помню Транспорт, как минимум, будет оплачен разработчиками Борези, насколько я помню, еще не озвучили никакие Хотя всего 22 команды Я думаю, уж как минимум в симуляторных боях Турнир пройдет довольно быстро Я вот даже думаю, может быть, они даже успеют до патча Хотя, кто его знает? Какие у нас прогнозы по патчу? Ну, прогнозы, я думаю, надо строить уже бессмысленно Потому что предварительный патч-ноут уже вышел А вот как на него отреагирует сообщество Тут, да, тут можно гадать У всех вкусы разные Вот я вижу, что все уже проставили готовность Мы ждем главного арбитра Нашей сегодняшней встречи Ну что ж, давайте пошли в бой Будем болеть за нашу команду Карта Сталинград Дуэльная карта Я помню, на прошлом турнире случайно нажал в бой Удачи в стриме Аналогично бывает такое Сейчас мы переключимся в режим зрителя Ну, обещают с новым патчем Вот новый режим зрителям Посмотрим, как оно это все будет Арбитр говорит внимание Ну, я еще Да, ждем пока Самолеты появятся Или нет Они, насколько я помню Появляются по команде старт Сейчас все прогрузятся Кто-то из команды Дерадлер А вот только сейчас загрузился Наверное, тоже арбитр Еще раз внимание Старт Вот сейчас команды должны Уже появляться на своих точках Давай, за кого лучше смотреть За кого вся надежда Кто-то щупит Я бы за Ротвеллером И за Маклуром бы посмотрел Конечно, в первую очередь Ну что ж, давай я буду смотреть за Ротвеллером И вот, все Ротвеллер, похоже, в пике Решил набрать побольше скорости И аналогично поступать его оппонент Оппоненту просто некуда деваться А не лучше ли в таком случае Забраться повыше И атаковать сверху? Ротвеллер В своем этом энергичном пике Наберет больше Ну, много очень энергии И просто дотянется до Уходящего наверх противника В этом случае, конечно, важно еще попасть Потому что если он не попадает Дотянувшись Тогда уже у противника есть шанс, конечно Да, ну вот первая попытка открыть огонь Ротвеллер стрелял Мне казалось, потому как дернулся его противник Даже, возможно, и попал Ну, мне кажется, я довольно уверен Он постарается ввести его на 6 И, похоже, ему это удается Сейчас главное довернуть И он доворачивает Залп Главное, ребята, не нервничать И не перетягивать Может, и срывается он Довольно неплох Еще один залп Задымил Вот, кстати, в одном из последних Мини-патчей добавили Очень-очень густой такой дым Очень это красиво смотрится Ну что ж, это маслобак Ай-яй-яй Маклур Маклур исполняет нечто вроде Хаммермана На высоте 400 метров Очень опасно И чревато тем, что произошло, конечно Вот, несмотря на дымы Нет, такое впечатление, что ротвеллер отвернул Возможно, он убил пилота У противника Потому что как-то он его совсем отпустил И противник начал сделать петли Хотя нет, похоже, что все-таки он Управляется еще пилотом своим Ну, возможно, его противник пытался пропустить ротвеллера И ротвеллер, вместо того, чтобы Пройти мимо Просто решил сделать такой вот обходной маневр Потерять с таким густым дымным шлейфом противника тут невозможно В какую сторону не посмотри, где на этот след Маклур дела идут похуже У него, в общем-то, такой же след, как у противника ротвеллера Хвантер сейчас сидит на шести У противника, правда, попасть пока не может Вот противник ротвеллера продолжает сопротивляться Ротвеллер не садится на такой плотной шесть Работает на проходах Через петли косые Ну, это как раз Такое обезопасивание себя От срыва Или от пропуска Потому что Противник явно опытный И очень Готов его очень легко пропустить И все время контролирует его положение Судя по тому, как он доворачивает каждый раз Пять сорвался Повреждение дали о себе знать Сейчас мы переключимся за Хантером У Хантера что? Я не вижу его противника Он победил с вами Хантер был на шести Но я не вижу никого ни перед ним, ни рядом Вот у Маклюра в лохмотьях просто закрылки А, вот Хантер пока еще держит за противником Правда, тот его начинает тихоньку выигрывать угол Хотя нет Сейчас вот опять Хантер на шести Тут все нормально Так, ну и суть Потому что наших вот трое осталось Вот четвертая пара Похожа Да, я так и не понял, кто там победил К сожалению, сейчас в режиме зрителя Не показывается Лог боевой Ну, у Мери Дока ноль Одна смерть и ноль Сбитий Хотя мог сорваться А кто у него был противник? Помнишь? Нет, я, к сожалению, не знаю А тут же не пишите, да? Ничего сейчас Понятно Это, конечно, волнует все сильно Видно, что Хантер, например, так плотно сидел на шести И обидно Вот сейчас ситуация меняется Неумолимо Ну да, вот вставят у них такую исходящую спираль Ну что, сейчас только пропускать Сейчас только пропускать уже все Больше вариантов нет А он почему-то не торопится это делать Идет Идет По-моему, даже без закрылков По крайней мере, анимации нет А то они открыты Маклюра, я так понимаю, тоже разбился Без победы, да? Ну, похоже на то Противник у него явно имел инициативу И у Маклюра были повреждены чисельные крылья Ну, сразу могу сказать, что противник Хантера в гараже стоит плохо Потому что Хантер, несмотря на то, что постоянно меняет высоту Он все равно и угол отыгрывает у него Да, и вот не выдержал он, а его противник решил через вертикаль попробовать Такую очень пологую вертикаль Вот, не уверен, что Хантер сейчас правильно делает Теперь бы джойстики выдержали На первых парах даже пружина сломалась Очень сильные руки Которые за крен отвечают Сильные руки, слабые нервы Да-да-да Вот я помню предыдущих гладиаторов, когда стримили Там тоже вот последний бой 1 на 1 Так вот остался И товарищи на Як-1Б Так вот очень-очень долго стояли в выстоявшем вираже Сейчас немножко аналогичная такая ситуация получается Там Джимми, по-моему, был Да-да-да Звезду этого устоявшегося вираже Так, ну если Ротвиллер победил, а остальные проиграли То Хантер Ди вот сейчас единственная возможность сравнять счет первым тайме И получить шанс все-таки вытянуть первый тайм за счет золотого боя, скажем так Напомню, что если в тайме ничья То назначается бой, по-моему, в том же формате, в котором проходил тайм То есть 1 на 1 проходит один бой Убираются лучшие пилоты И они устраивают друг другу моченную ставку Боюсь даже предположить, что сейчас в комнате у Хантера происходит Ну, я не знаю напряженное молчание, потому что, по-моему, подсказки давать нельзя Или думаешь, он сам в воздух Мне кажется, он в воздух, очень много чего Он очень переживает, когда летает обычно Ну, как-то, на мой дилетантский взгляд, ситуация немножко меняется Ну, потихонечку, потихонечку он отыгрывает Лишь бы не ошибся Слышь, как яростно переключаются закрылки Противник решил воспользоваться преимуществом в энергии Да нет у него этого преимущества Это он зря делает Он сейчас подвесится Сорвется и будет падать Ну, у Хантера тоже скорость Совсем вот он уже Не вытягивает Противник был все-таки немножко побольше энергии Может быть, может быть Да, и вот сейчас опять его противник ближе к шести Ну да Тут, наверное, была ошибка Хантера, что он сразу за ним потянулся Надо было все-таки немножко пологое Потом выстрелить Раза растратил, то небольшую энергию, которая была Слышу, что противник начинает с пулемета стрелять Видимо, звук по горе маленький Потому что вообще еле-еле с трикотания, только двигатель Слышно И совершенно не видно, что закрылки открываются Да, вот у меня тоже не прорисовывается Ну и вот опять В вираже устоявшемся Хантера Явно увереннее чувствует Противник опять вот решил Немножко поднабрать скорости И снова зайти на вираж Ну вот шелч Короткая очередь Ну должен был, как минимум, чуть-чуть попасть Ну в общем, да Ну конечно, плохо, что ничего не пишут сейчас Ну я даже вообще убрал интерфейс, чтобы все было по красоте Ага И он опять просто бесполезен Получается Сейчас Хантер явно не стал тянуться до конца А вот он сейчас, на мой взгляд, очень правильно делает Потому что противника все равно угла не хватит, чтобы до него довернуть А спуститься ему все равно придется А вот сейчас они почти сравнялись По энергии Хантер тем более на 6 оказался Да, явно По уровню них один Это интересно очень Ну да, очень Интересный бой Именно с точки зрения палатажа Потому что это вот не тот вот Горизонтальный вираж на Яке первом Ох, опасно сейчас было Да, это было опасно А это вот именно Разные виражи Горизонтальные, вертикальные И главное есть опасность срыва То есть вот на Яке первом Там это все Не знаю, как сейчас Но тогда это гораздо проще делалось Там просто ручки держалось до пупа И в общем-то Только высоту держи Ровненько И все Ну может быть газом играть Чтобы там движок остудить Еще что-то Хотя у него, по-моему, не грелся Движок в то время Но в общем на этом стоять Гораза сложнее В таком гараже Чем на Яке первом Ну да, я вижу Слышный срыв потока Там мы не хотим спить и нету Какой-нибудь отдельной комнатки Для болельщиков Уже отлетавших Мне кажется, очень тяжело Ребятам сейчас молча сидеть Здесь Ситуация как-то раз за разом Повторяются И Хотя мне сейчас кажется Что противник Получше стоит вираже И немножко немножко Доворачивает Доворачивает Действительно Ох, сейчас опасно будет Опа А у него были посадочные закрылки Видимо Противника И Видимо он сорвался Нет, вырулил Удержался У самой земли А вот у Хантера Сейчас был отличный шанс А он его потерял Он его не видит Ай-яй-яй-яй Обидно Ну да, противник был У самой земли Наверное, из-под капота Было не видно вообще Вот сейчас Вот он прям Вообще прошелся По всем плоскостям Вот опять-таки У меня ничего не отображается В клиенте Такая же ерунда Но Явно что Пробил И пробил Хорошо По поведению Видно Самолет Не так летит Хотя Летит еще Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Очень выгодный штопор Сейчас был Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому И вот и опять противника не стал стоять в вираже, решил набрать скорость. А я его потерял? На 11 часов. Уже на 9. Он правильно сделал, в общем-то, судя по всему. Он так постоянно делает, он выходит из виража, на небольшой дистанции немножко набирает скорость. Хантер выходит из виража чуть-чуть попозже, не успевает скорость набрать, и за это время противник успевает набрать, разменять скорость на высоту и занимать немножко более выгодную для себя позицию. Ага, опять не выдержал. Мне интересно просто, насколько поврежден он по самолету, потому что и Хантер стрелял, и по нему стреляли. У нас опять шанс пробить есть зима. Да, вот тут, конечно, можно быть очень хорошим пилотажником, но достаточно паршиво стрелять. И наоборот. Хотя, как правило, кто хорошо стреляет, тот и пилотаж, в общем-то, довольно неплохо. Ну да, суть-то хорошей стрельбы в том, чтобы правильно самолет держать. Вот это хорошо, хорошо. Ну должен был по правому кругу попасть, если нам игра все правильно отрисовывает. Так, ну вот сейчас он что-то, то ли его не видит, то ли просто не спешит закладываться, чтобы не сорваться. Сейчас у него явно преимущество, то есть, в принципе, сейчас можно аккуратненько присесть на 6, попробовать удержаться. Хотя в начале их противостояния уже так было. У меня сейчас такой был звук, как будто мимо кто-то пролетел еще. Да, у меня тоже был такой звук. Ну вот и опять не получается ни у того, ни у другого довернуть на таком вот вираже. И опять уходит в разгон противник. И Хантер его, похоже, теряет. Обидно. Ох, это даже было опасно. Ну да, я уже... Стык в дыхании. Он ее потерял, не видит. Сейчас будет выскакивать. Ну да, он прям под ним проходит, не видно ему явно. Ох, сейчас опасно, опасно. Ох. Ох. Ой, какая 6 неприятная. Все, кажется. Нет? Ну попадание было явно вот... Да. Было, 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 было. То есть пропустить, надо пропустить. И, кстати, хорошо получается, потому что вот та вот скорость большая была. Да. Но тут через вертикаль, конечно, дает попустить. Ох. Все, кажется. Нет? Нет? Ну самолет он еще держит, но вот... Привожаю. Не, ну это водорадиатор, так что... Чуть-чуть поживет. Черный пошел. Да, понемножку. Все, противник уже совершенно вольготно себя стал чувствовать. Ну да, вот все решила вот одна ошибка. Вот он в один момент потерял довольно выгодную для себя ситуацию и потерял противника. Ну вот это вот, кстати, такая, по сравнению с там, с реалистичными боями, да, очень интересная особенность симулятора. То есть, понимание очень много зависит. Ну от видимости контактов, конечно, настройки компьютера там кто-то может сказать. Разные графики, пост-эффект и так далее. Мне кажется, на таком расстоянии это не столько не особо влияет сильно? Влияет, влияет. Иной раз, там, вот идешь, да, за противником, он скрывается у тебя за переплетом кабины и буквально там пробыл он там секунду, да, за этим переплетом, и ты его уже все не видишь куда-то. А он мог в этот момент либо повернуть, либо просто вот встать к тебе точно, точно по оси от тебя, да, и ты его уже либо не видел на фоне деревьев, либо просто он в другую сторону уже ушел. Не, ну эта ситуация понятна. Я говорю о том, что настройки графики вот в таких ситуациях не должны так сильно уж играть. То, что переплет мешает, это да, я знаю, я все-таки хоть и нуб, но выбираюсь и в Ил-2, и в симуляторе тут. Нет, а периодически самолетик просто пропадает вот на фоне деревьев, просто исчезает и все. При определенных настройках, при определенных, там, при каких-то других, да, он там все равно как-то отрисовывается контуры еще что-то. Ну это все. Да. Ну что ж, в первом тайме победил команда Lex, 1-0 счет. . . так вот интересно теперь попросят ли команда перерыв я думаю большинство пилотов перерыв было глупакой ну зато hunter его противником утомились здоров кто кстати у него был противник сейчас тоже не падая вот не посмотрел в принципе можно было посмотреть полу в табличке на 5 минутный перерыв объявляется я отойду на пару минут давай их восемь нас двое расклад перед боем не наш но мы будем играть серёжа держись нам не светит с тобою но козырь надо ровнять я этот небесный квадрат не покинул мне цифры сейчас не важны сегодня мой друг защищает мне спину а значит и шансы равны мне в хвост вышел мессер но вот задымил он нас от нас обыли винты им даже не надо крестов на могилы сойдут и на крыльях кресты я первый я первый они под тобою я вышел им на перерез сбей пламя уйди в облака я прикрою пою не бывает чудес сергей ты горишь уповай человече теперь на надежность строп нет поздно и мне вышел мессер навстречу прощай я приму его в лоб я знаю другие сведут с ними счеты но по облакам скользя взлетят наши души как два самолета ведь им друг без друга нельзя архангел нам скажет в раю будет туго но только ворота щелк мы бога попросим пишите нас другом в какой-нибудь ангельский полк и я попрошу бога духа и сына чтоб выполнил полю мою пусть вечно мой друг защищает мне спину как в этом последнем бою мы крылья и стрелы попросим у бога ведь нужен им ангел ас а если у них истребителей много пусть пишут хранить или нас хранить это дело подсчетное тоже удачу нести на крыле таким как при жизни мы были сережей и в воздухе и на земле таким как при жизни мы были сережей и в воздухе и на земле вот такая вот музыкальная пауза у нас небольшая была на две с половиной минутки уже наверно остается минута до окончания перерыва второй тайм будет у нас уже два на два уже играет тут не только мастерство но и слезанность пар и тактические заготовки какие-то напомню что если будет ничья то есть в одной паре победит одна команда в другой другая то будет назначен еще один экстра тайм то она 2 где лучшая пара сразится с другой лучшей парой мы будем продолжать показывать за команду рафов вернулся отлично все вышли это понимаю можно жать готовым да все вышли можно жать готовность с ребятами не удалось пообщаться нет я тут поставил музыку пока наиграла пообщаемся после боя я думаю сейчас они пусть они будут сосредоточен на боя не будем им мешать вот кстати интересно у команды противников у них там написано название команды там скобочках потом идут страны до перечисленных которых участник вот тут тот который свинляндию на них присутствует сейчас бою или нет да вот собственно их капитан лого 7 он из финляндии и в следующий раз не нужно это видеть в тем спике интересного они все англоговорящие ли он русскоговорящий да нет я думаю русскоговорящий склад я то я так понимаю там вообще у нас разделение именно есть на русскоязычный дивизионные англоязычный дивизион вот так что у нас здесь все русскоговорящий в наших подгруппах но опять таки как бы наших-то много где есть так вот я вижу что уже эти спики разошлись по парам в разные комнаты и вот уже все готовы честно вот-вот начнется второй тайм ну что ж ротвеллер мы и хантера смотрели сегодня хотел бы посмотреть маклюра и мере дека но они тоже разбились по разным парам поэтому будем смотреть я наверно буду смотреть за маклюра мэра твеллером ребята сделали ставку видимо на ничью потому что маклюра твеллером все-таки более сильная игроки чем хантера и мере док ну что ж посмотрим опять-таки интересно же так же посмотреть кто против них со стороны противника нам ники не видны вот был дан старт это мы попробуем вычислить с помощью статистики это будет тяжело потому что пара-то одновременно летает у всех одновременно будет будут очки капать я думаю так переключаемся на маклюра так маклюр выпрыгнул самолета перелет назначен на все и попрыгали возможно кого-то проблемы соединением но видим у кого-то не знаешь потому что наши все появились насколько я мог видеть переключаюсь а нет насколько я понял они по моему все появились на одной точке должны были пары им появиться на разных потому что я так видел там трое или четверо появились на этой точке так нам уходить да а кстати в ангар да ну это там по им команду уже вышла в ангар я тоже выйду в ангар до завершения боя потом невозможно было попасть ну нет я вижу что тоже все выходят но это добровольные 0 4 5 Снова начинаем. Я, пожалуй, буду смотреть на тех, за кого болею больше. Ну все, сейчас вот вся правда и вскроется. Вот была дана команда старт. Так, вот я теперь вижу, да, теперь они разбились по парам, по разным точкам, Маклюр и Ротвеллер. И поехали. Я вот почему-то вижу только одного у них противника. Маклюр сразу такой от ворота. Он заходил на другого, на того, которого я пропустил. Он даже открыл огонь. Вот я сейчас потерял. А, вижу, все. Вот еще теперь атакует Маклюра. Вот сейчас вот она и... Все, и раскроется. Тактическая выучка, полеты парами. Вот Ротвеллера я потерял. Видать, больше, чем 800 метров. А, вот нет, я вижу суть по трассерам. Да. Ротвеллеры только что стреляли. Маклюра сейчас будет, скорее всего, шанс выстрелить. Да, он стрелял. Мне показалось, попал. И даже вот еще раз я догонку тоже отсыпал. Ну, как обстоят дела 1-6 у Маклюра? По-моему, чисто. Непонятно, где второй. Может быть, совсем рядом. Я просто не вижу. Да, вот-вот-вот, я вижу. Трассера прошли. Вот Ротвеллер продолжает держаться на низах, а Маклюр продолжает тянуться наверх за своим противником. Так, такой срыв потока. Ну, по-моему, все-таки немножко достает. Маклюр активно работает с закрылками. Вот задымил его противник. Конечно, Маклюр совсем сильно скорость потерял. И была опасность, что его пробьют. Но, видать, Ротвеллер сумел все-таки отвлечь внимание второго пилота. Лекса. И все-таки не дал ему пробить. Маклюр пытается сейчас плотно сесть на 6. Он, по-моему, даже сейчас был на 6 у обоих пилотов из Лекса. Такие косые бочки. Крутят они. Вот Ротвеллер. Сейчас у него на 6 плотно сидел тот, за кем гонится Маклюр. Пытается пропустить Маклюр его противник. И пытается подставить под своего партнера. Вот Маклюр все-таки добивает своего противника. Видать, он либо были сильные повреждения, либо просто не справился с управлением в определенный момент. Вот осталось двое против одного. Ротвеллер и Маклюр против одного. И, в общем-то, Маклюр чистенький, целенький. Ротвеллер, по-моему, был в худшей ситуации в начале боя. Потому что он так и внизу был. И по нему стреляли активно. Вот, опять-таки, не вижу никаких видимых повреждений. Сейчас главное тоже не ошибиться. Сейчас так по очереди Ротвеллер и Маклюр атакуют своего противника. Главное не потерять друг друга и не столкнуться. Может, это будет совсем обидно. У второй нашей пары уже все закончилось. Я боюсь спрашивать. Да, к сожалению, понятно. К сожалению, уже все закончилось. Были неплохие шансы, на самом деле. Было там пару шанс таких моментов опасных для противника, но реализовать не получилось. Работают Маклюр с Ротвеллером по-наму. Ну, Ротвеллер пошел на вертикалку, чтобы сделать еще один заход. Сейчас Ротвеллер плотно-плотно сидит. Выдал такие две длинные очереди. Противник явно не очень себя хорошо чувствует, но продолжает уворачиваться, мешает прицеливанию. Это видно издалека. Такие трассы прошли по воде. Главное сейчас так академично его склевать, как вот они сейчас и делают. Ну, сопротивляется, в любом случае, противник. Да, молодец. Довольно успешно пока. Хотя, с другой стороны, это только, на мой взгляд, затягивание времени. Ну, хотя, может быть, кто-то из них ошибется, у него появится шанс. Вот как... Да, может быть, сейчас опасно быть. Кстати, какие ленты ставите вы обычно на эту 15-миллиметровую пушку? Не знаю, я бы... У нас... Да нет, есть разница, конечно. У нас кто-то предпочитает вообще одни скрытые, на любую пушку ставить. Вот. Вообще, сейчас, насколько я понимаю, универсальность стоит у обоих, ребят. Так, мне кажется. Что-то уже ему... Да нет, сус. Не, ну, он довольно уверен, так бочки крутят и не падает. Так, причем такие бочки какие-то... Хвост у него при этом так гуляет активно. Так уже кажется срыв, а на самом деле бочка. Обалдеть. Получиться надо. Ну вот, задымил. Черным дымом. Да, и уже прорисовались, по-моему, повреждения, закрылок. В общем, в живописном месте, таком на изгибе реки, бой идет. Очень близко к кронам деревьев летает, пытается, пытается поймать нашу шагу. Очень удачно увернулся. То есть, прям... Вот, кстати, посмотри по статистике, кто это последний игрок у них. Попробую. А, лого, это, собственно... Ну вот, да, это товарищ очень опытный. Вон у них в команде самый опытный. Командир клана. Показывает класс. Знаешь, какая у них тактика? Он пытается двух наших пилотов измучить перед боем 4 на 4. А пока его три пилота отдыхают. Да, интересно предположить. Причем двух более сильных пилотов мучает как раз. Ну, в принципе... Так, если сейчас один на один будет, то что, будет перелет одной из пар какой-нибудь? Ну, я так понимаю, что да. Это было очень близко. По-моему, уже даже на Таран согласна. А вот Маклюр-то подставляется как... Ну, оно, видимо, пытался подвесить. Ну, да. Ну, как-то очень опасно это было все. В принципе, Таран-то тоже будет выигрышем, правильно? Ну, да. Пока один из наших самолета в воздухе, да. Вот сейчас, по-моему, было удачно. Ну, да, уже действительно прорисовываются повреждения и дым уже такой. Так, гляди, шип пока закончится. Как он долго держится против них, а? Ротвеллер опять, что ли, потерял его? Судя по всему, он был четко под ним и... Ну, Маклюр должен был подсказать, наверное, потому что Маклюр-то сзади как раз шел, он на обоих видел. Ну, да. Ну, может быть, чуть-чуть поздно подсказал, и Ротель решил не рисковать, не выходить в вираж. Просто немножко тойти. Скорость опять-таки набрать. О, сейчас лобовая будет, нет? Нет. Вот сейчас, например, в режиме зрителя у меня практически не прорисовывались на фоне деревьев. Ну, да, я вот смотрел от Ротвеллера, там действительно почти ничего не было видно, так вот за дымом можно было следить немножко. Маку уже надоело его кревать с проходов, он решил присесть на 6 плотненько. Главное не пропуститься. Ну, он ему, наверное, так сейчас и заляпал весь... Ой, как опасно сейчас было. Шмаклюр не стреляет, а нет. Он, видимо, уже экономить начал. Ну, по-моему, таранить его хочет. Какая-то неубиваемая совершенно лоба. Все, уже падать уже пора. Ну, таран был? Нет. Нет. Ты кошмар какой. А он летит, у него к выролол уже, вот дырявая. Все падает. Все. Ну, даже. Еще и стреляет. Маклюр явно его таранить пытается, но подставляется время от времени. Если бы не повреждение у того, то, ну, черт, могло бы быть даже и опасно. Это что-то невероятное. Я не представляю, как может так долго продержаться. В принципе, ребят, стреляют-то неплохо, в общем-то, довольно-таки. Обычно. Ну, он уже все, он уже не летит. Все. Да, все. Измором взяли. Ну, да, затяжные такие бои. Ну, что ж, да, действительно, наверное, сейчас прям будет перелет. Не торопится. А, нет, они просто ждут, пока полоска закончится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, дополнительный бой 2 на 2. Ну, что, как думаешь, те же самые будут с нашей стороны? Я думаю, что да. Даже я бы сказал, уверен в этом. Ну, что ж, надеюсь, им хватит этого минутного отдыха. Протереть джойстик от пота. Готовность. Субтитры сделал DimaTorzok Готовность и старт. И причем, скорее всего, противника тоже те же самые. Ну, я думаю, да. Может быть, один из них и другой, которого первые сбили. Не, ну, это можно же посмотреть по статистике. Сейчас, наверное, видно, да. Похожая ситуация. Один уходит почти отвесно вниз, другой немножко сверху держится повыше. Первое схождение. Вертикалка. Маклюра уже открыли огонь. Маклюр, что, как-то очень удачно, видно, там попал. Все. Нет? Нет. Вреда. Маклюра все? Нет. Уж по Маклюру тоже только что стреляли. Вот свяжусь. Нет, нет, он просто, он, видимо, пробил немножко своего оппонента, Маклюр. Точнее, не своего оппонента, а того, за кем Ротвиллер изначально линался. И тот, мне показалось, даже падать уже начал. Ну, нет, выровнялся с самой землей. Ну, скорости сейчас еще неплохие. Вот была практически лобовая. Вот Ротвиллер стрелял, противник нет. Я вижу там вдалеке трассы. Кто по кому стреляет, так вот скажи мне. Честно говоря, я тоже на Ротвиллере сейчас. Это по Маклюру стреляет, видимо. Вот опять такое было впечатление, что Ротвиллер потерял свой противник и дал сесть на шесть себе. Опять вижу краем глаза трассы, но слежу за Ротвиллером. Пробивают Маклюром. Отрисовывают повреждения правого закрылка. Пробивают достаточно методично. Что-то мне подсказывает, что все. Да, Маклюра зажгли. Что-то мне подсказывает, что у него лобо сидел на шести. Что Ротвиллер давай, как Лобо в прошлом бою. Маклюр продолжает там летать, но нет, все отломился, не крылом. Вытягивал Ротвиллер своих противников наверх, выпускал закрылки в посадку. Ну, сейчас шаг был хороший. Противник, по-моему, даже сорвался он, да. Противник сумел вырулить у самой земли. Хм. Все, попали про трейлер, задамил он. Ну все, уже конечно. Ух, ну что ж, да, на данный момент счет 3-0, а после двух таймов. Ну надо просто 4 на 4 выигрывать и все. Ну и теперь уже да, теперь уже других вариантов нет. Наши, конечно, команды славятся тем, что умудряются вытаскивать безнадежные бои, но все время на это полагаться тоже нельзя. Ну что ж, действительно, будем надеяться, что в третьем тайме удача нам повернется лицом. Ну хотя бы в профиль. Нет, ну если в профиль, тогда уж чисто на скиле. Тут еще бы немножко удача. А, очередной пятиминутный перерыв, сейчас поставим что-нибудь еще, что у нас еще есть про самолеты. Наставь як истребитель Высоцкого. Будет кощунственно при полетах на бою. Мотор мой звенит, небо моя обитель, а тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою ною юнкер сбит, я сделал с ним что хотел, а тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал, а тот, который во мне сидит, опять заставляет в штопор. Из бомбаркировщика бомба несет смерть, аэротрому окажется стабилизатор, поет мир вашему дому. Вот сзади заходит ко мне мессершмитт, уйду, я устал от ран, но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке. Запреты скорости, все перекрыв, я выхожу из пекет. Я главный, а сзади, ну чтоб я сгорел, где же он мой ведомый? Вот он задымился, кивнул и запел. Мир вашему дому. И тот, который в моем черепе остался один и плит. Отлично, у нас тоже музыкальная пауза, мы с параллельного стрима пришли. Если честно, мы Серегой засыпаем, у Сереги там уже 6 утра, с Дальнего Востока. Ну вот, как вам бои? Ну как, наша команда проигрывает, а так, конечно, очень увлекательно. Да, трезвые бои, но очень долгие, особенно вот этот бой, если бы наш товарищ не потерял бы два раза в первом бою, был бы перелет. Вот это мы уже посмотрели, кто в один полетит, тот один на один, кто посмотрит. Мне кажется, вот если сейчас, ну, если сейчас, ну, трезвая такая критика, то, что лекция чуть более подготовлена в плане паллета. А, хотя, паспилу, я думаю, у нас под не выступает, то есть примерно равный такой, борьба равная, мне кажется. Что, пятиминутный перерыв, так что давайте я тоже отбегу быстренько по крещусь время и этот, так что я думаю, встретимся в конце комнатах с победителем, проигравшим. Я надеюсь, ваши вырвут еще три очка, как минимум, а мы еще увидим один раунд, но все спать хотят, но все равно я хочу именно так. Мы это тем более хотим, хотя нам тоже спать хочется. Ну ладно, да, я вас это. Давай. 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 Мир вашему дому. Мир вашему дому. Заходил человек из The Radler, из параллельного стрима. Ну, что ж, песня тоже минуты три как раз шла. Я думаю, сейчас закончится уже тайм, закончится перерыв. Мы действительно будем надеяться, что Рафа сумеет собраться и затянуть третий тайм, сравнять счет и перевести бой в овертайм, так сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует... 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 Так, рестарт. Пилоты покидают свои машины. Видать, опять какие-то технические неполадки. Мы, значит, в ангар, наверное, да? Да, все выходит в ангар, выйдем и мы. Продолжение следует... Следующий матч наша команда проведет как раз против НМов. Это будет 1 октября. Это аж следующая среда. Потом будет матч против Уранов, против Вайлд Спиритов. И последний матч в нашей подгруппе это будет команда Вольф. Круговой турнир. Такой один круг играют, потом уже начинается турнир на вылет. Мы, наверное, не сможем показать вам остальные матчи нашей подгруппы. Ну, по причине занятости наших стримеров, к сожалению. К сожалению, жизнь реальная, она обносит свои коррективы. Но вот этот первый бой мы все-таки вам показываем. Ну, если наша команда пройдет дальше в турнире, то мы продолжим показывать матчи нашей команды. Вот, все подгрузились. Готовность. Конечно, любопытно будет посмотреть. Я как-то на деф не успел попасть на предыдущие два открытия деф-сервера. И так до сих пор не знаю, какой в полигоне новый функционал в плане спектатора. Уж, конечно же, в СБ для комментаторов иногда полезно иметь хотя бы маркера на противников. Вообще странно, что они все поубирали. Не, ну, это понятно, чтобы не подсказывали мертвые души. Ну, вот именно в полигоне, в турнирах. Не, ну, а вот какой смысл убирать, допустим, сообщение о том, что ты там сбил, не сбил, попал, не попал. А, это да. Ну, а, наверное, что он может подсказать. Может быть, маркера, да, согласен. Что-то затягивается начало боя. Опять готовность. Вроде все отошли. Да, наверное, ждали кого-то из стримеров. Да, старт. Хантер, Маклюр, Мэридок, Хантер, Мэридок, Маклюр, Ратвейнер. Все, все наши подгрузились. Как я уже говорил, сейчас посмотрим на Мэридока. Ну что ж, посмотрим, как летают вчетвером наши парни. Разворачиваются они на курс на противника. Пока что никто не пикирует. 30 наверх. Климбет. Сейчас очень близко Хантер и Мэридок друг с другом прошли. Опасно близко. Вот уже мы видим противника. Тоже идут такими явными двумя парами. Похоже. Левая пара, я вижу, совершает маневр, который в предыдущем бою они совершили. Один держится чуть повыше, другой пикирует вниз. Так полого пикирует. Вот, да, вот сейчас вот один ушел вниз, отбрился от группы. А вот трое продолжают тянуться на высоту. Я даже подозреваю, кто это. Вниз ты умешь лога. Да. А, да, ну вот, видать, трое подвешивали наших, чтобы лога хотя бы кого-то сумел прошить. Интересно, наши не заметили его? Сейчас у Мэридока был отличный шанс докрутить до этого выпрыгнувшего снизу, но он его, видимо, не увидел. Он все-таки немножко сзади был. Сзади, да, снизу, не видно было. Хартвеллеры уже прошивают вообще. Да, и вот у Мэридока сейчас будет шесть такой, если бы его противник допустил в нос. А вот если бы Мэридок поднял голову бы, так он, наверное, поднимает, но у него скорость-то 50, просто вот сейчас перевернуться бы, да. И вот тоже, ага, подвешивал его. Очень плотно пробили, и даже у меня отрисовалось все. Впервые, по-моему, в этом матче. Он очень сильно пробит, и левая плоскость, и по центру фюзеляжа. Ну вот если он сейчас не упадет, он, в принципе, еще может немножко поотвлекать. Ну, в целом, если противник посчитает, что да, он уже выбыл из-за горы, и внезапно каким-то образом он сможет внести коррективы. Очень красивые, оставаясь за собой следы самолета. Хантер тоже подвешивается за чем-то. Ах, да, что-то... Ребят активно пробивают, конечно. Переключимся на кого-нибудь другого, на Хантера, на Ротвеллера. Вот по Ротвеллеру стреляли, так, видел, повердения нет, но за ним, конечно же, тянется дым. Сейчас даже, по-моему, черный пошел дым. Да. У нас, конечно, так плотно держится, но противник... Явно у них сейчас на один самолет больше, по большому счету, из тех, кто может активно вести бой. Мэридок сейчас, конечно, пытался прострелить, но и в него тоже стреляли, в свою очередь. У него еще был шанс. Был. Был. Да, наши бьют, конечно. Не, ребята, видно, что слетаны готовы вот из лексика. Прям чувствуется. Чувствуется. Так. Вот у меня все-таки складывается такое впечатление, что это 15-миллиметровая пушка. Из нее довольно долго нужно поливать противника, потому что Шраком бывает и крыло оторвет, а вот с этими пушками как-то приходится долго проспиливать противника. За Хантером вообще черный дым. Мэридок еще уверенно держится в воздухе, но, конечно же, сильно мешает его повреждениям. Хантер, по-моему, сейчас в лоб с кем-то сходился. Далековато, конечно, но, возможно, даже и попал. Маклёр пытается уйти, сниз бить шесть. Ротвеллер пытается, соответственно, помочь ему. Ротвеллер сейчас, по-моему, тоже подвешивается, да, вот его сзади пробивают. Вдвоем. Звери. Это невероятно, но наши умудряются как-то удержаться все в воздухе еще пока. Фу, конечно. Вот о том, что я и говорю, возможно, все-таки вооружение не позволяет так уверенно уничтожать самолет. Это опыт. Да, хорошо, это опыт. Согласен. Туротвеллер шанс далековато, но опять, вот как только наши выходят на позицию. Мэри, только шанс сейчас был. Еще пока остается. И шесть сейчас будет скоро. Ай-яй-яй. 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 Да, плотная шесть, конечно. Даже противник просто не слезает. Колбасит Мередука, конечно же. По-моему, нет-нет-нет. Мне показалось, он уже падает. Мне тоже. Вот его Маклюр пришел на помощь, отвернул его преследователь. Но там еще один сейчас заходит на Маклюра. Да-да-да. Слышу взрыв, да. Я подозреваю, что кто-то из наших Маклюр, Мередак, да. Наших двое осталось, к сожалению, в воздухе. Команда противника целая, да, все? Да. Все четверо в воздухе. Причем дыма даже толком не закинет, нет. Вот что обидно. Да, Маклюру, конечно, поливают. Маклюр тоже поливает. Скрытые ленты из пулеметов. У него такой плотная шесть, по-моему. Маклюр все пушки расстрелял. Взбили Мередовка. А, нет, еще не взбил. Обалдеть. Такой Юра молодец, а. Маклюра немножко пробили. Ну, уже не немножко, за ним уже такой плотный белый дым идет. Вот я вижу, там вдалеке два самолета крутятся. Ну да. Ну да, Мередовка пытается пропускать следователя, но он постоянно убегает наверх и в общем-то вперед не проскакивает. Ну да. так он вот вверх трое крутится. Может кто-то дымы дал. Вот я не понимаю, зачем уходить наверх так как травенно. Сами все время учат, не вывешивайся, не вывешивайся и сами что-то творят, а. Вот пусть он этот трим посмотрит. Так он сейчас просто показывает, вот так делать нельзя. Ну да, действительно уже и дымы выпустили. Маклюр дым выпустил. Еще и сделаются, блин. Все, руля высоты уже нету, видимо. Что-то еще крутит. Пить бы в одного, а? У него наверно же быка нет. Ну да. Туда и двигатель остановился. Все. Пас бы что ли пилот, я не знаю. это уже слишком высоко над землей. Ушел под землю. Ну что ж, первый блин кломом. Надеюсь, дальше блины будут получше. И нам их просто разорвем. Да, тут без вариантов. Ну я случайно вылетел даже. Ну что ж, я думаю, можно зайти к нашим. Сейчас боюсь нарваться на какой-нибудь трехэтажный. в прямом эфире. Ну, рискну. Поздравились. Поздравились. В эфире. Да. В этом придержите пока, придержите все в себе. добрый вечер добрый вечер добрый всем привет настроение у нас боевое настроение боевое еще впереди пять мать нет четыре матча берем отч так что все впереди просто так не сдадимся разминочный даже монокли не сняли не отставили чашку с чаем я думаю это было как чтобы ввести противника так ребята можно тогда перетянемся все ноте помоги пожалуйста да конечно одному тяжести много поднимать нельзя спасибо что пришли мы не могли не прийти так я тогда хотел бы сказать то что рафа молодцы 10 хорошая борьба была перелеты там были долг все было ли долго да то есть но конечно очень первая дуэль который затримал все вот этот пятни на один конечно да заставил понервничать если бы вот не потерял ваш товарищ два раза противника я думаю все было иначе отлично вообще на все небо на всех так что еще увидимся и поле на это только начало из группы еще на шансов миллион выйти так что это будет это будет это будет просто как у горца он когда кого-то сбивает он себе силу его после прошлых гладиаторов с мустангом джиме совсем распирается да было дело ладно тогда мы с сергей прощается со зрителями со всеми спасибо среди спасибо командам спасибо стримером там кто дарится 3 бой очень интересно да но долгие ребята до рб штуки на усили все время те шесть матчей мы все равно ладно все туда всем удачи увидимся завтра я думаю со зрителями так что все пока всем спасибо рафы тоже прощаются с вами на сегодня всем удачи спасибо всем пока до новых встреч фух я ушел